Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы с вами рассмотрим такую важную тему, как международная торговля и торговая политика. Сегодня мы с вами рассмотрим 5 вопросов. Первый вопрос – необходимость внешней торговли. Второй вопрос – тариф на импорт и механизм его действия. Третий вопрос – экспортные субсидии. Четвертый вопрос – механизм действия квот на импорт. И пятый вопрос – экспортные пошлины и добровольные экспортные ограничения. Итак, для чего же нам нужна внешняя торговля? Во-первых, внешняя торговля нам нужна для того, чтобы получить товары, которые в нашей стране производить либо дорого, либо вообще невозможно. Во-вторых, внешняя торговля является локомотивом всех других отношений. Например, научных отношений, технологических отношений, культурных отношений и других отношений. Например, у Казахстана, конечно же, лучше всего складываются отношения именно с теми странами, с которыми идет более интенсивная внешняя торговля. Также необходимость внешней торговли обусловлена недостаточной емкостью внутреннего рынка, что характерно для Казахстана и многих других стран. Если производство товаров нацелено только на отечественный рынок, то производство может быть не очень большим. Если производство маленькое, то и стоимость единицы произведенной продукции будет высокой. Поэтому, как правило, во внешней торговле более заинтересованы небольшие страны, чем крупные страны. Такие страны, например, допустим, как Китай, Соединенные Штаты Америки или Россия. Емкость их рынка позволяет полностью удовлетворить возможности производства. Также международная торговля позволяет получить выгоды от международного разделения труда. Если Казахстан производит товары только для себя, то производимые товары будут в небольшом ассортименте и будут очень дорого стоить. Если страна специализируется на производстве каких-то отдельных видов продукции, то эта специализация позволяет делать более качественную продукцию и более дешевую продукцию. В результате многие страны специализируются на каких-то одних товарах, продавая эти товары, получают выручку, на которой покупают другие товары. Кто же является основными торговыми партнерами Республики Казахстан? Это Италия, Китай, Россия, Нидерланды, Республика Корея, Турция. Продают нам продукцию в основном из России, Китая, Германии, США, Республики Корея и Турции. Несмотря на большие преимущества внешней торговли, неконтролируемая внешняя торговля может приводить к таким проблемам, как банкротство отечественных фирм. Например, этот год выдался очень урожайным и цена на пшеницу на мировом рынке очень низкая. Дешевая импортная пшеница приведет к разорению отечественных фермеров. На следующий год могут быть вполне условия производства пшеницы измениться, например, возникнуть засуха, пожары и возникнет дефицит пшеницы. А наши фермеры будут уже не способны удовлетворить потребности внутреннего рынка в этой пшенице. И за рубежом мы тоже купить не можем, потому что другим странам тоже будет не хватать пшеницы для себя. Поэтому каждая страна регулирует внешнюю торговлю. Наиболее универсальным и часто используемым механизмом регулирования внешней торговли является тариф. Тариф – это таможенная пшеница на импорт. Механизм действия тарифа следующий. Допустим, цена импортного масла стоит доллар. В Казахстане цена бутылки масла 900 тенге. По курс доллара, например, 500 тенге за 1 доллар. В результате к нам поступает импортное масло по 500 тенге. А отечественное масло стоит 900 тенге. Наши производители масла начинают испытывать трудности со сбытом своей продукции. Государство вводит тариф на литр масла, допустим, 200 тенге. В результате цена импортного масла повышается с 500 тенге за бутылку до 700 тенге за бутылку. И нашим производителям уже становится легче продать свое масло. Тариф вводится для защиты оборонных отраслей промышленности. Позволяет увеличить внутреннюю занятость ресурсов. Он необходим для защиты монокультурных экономик от разрушительных колебаний конъюнктуры мирового рынка. Тариф необходим для защиты новых отраслей национальной экономики от конкуренции более зрелых и эффективных иностранных фирм. А также тариф необходим для защиты демпинга. Демпинг это когда товар на внешнем рынке продается дешевле, чем на внутреннем рынке. Например, цена машины в Японии 20 тысяч долларов, а когда эта машина поступает, допустим, в другую страну, то она продается по 15 тысяч долларов. Вот это является примером демпинга. Следующий механизм защиты отечественного рынка является экспортные субсидии. Тариф позволяет уменьшить объем импорта, но при этом он приводит к росту цен. То есть, как мы на прошлом примере видели, цена на бутылку масла повышается в спецсотинге до 700 тинге, что часто не нравится нашим покупателям. Поэтому государство часто защищает отечественный рынок также за счет субсидий. В частности, нашим производителям сельхозпродукции выдаются субсидии, для того, чтобы они увеличили производство. Субсидии позволяют уменьшить импорт на нашем рисунке с QS до QS. И в результате импорт уменьшается, но при этом цена на продукцию не повышается, что, конечно, благоприятно отражается на благосостоянии наших покупателей. Но при этом субсидии требуют выплат за счет государства. То есть, те деньги, которые могли бы быть потрачены на строительство школ, дорог, больниц и так далее, теперь идут на помощь нашим товаропроизводителям, что не совсем хорошо отражается на общем благосостоянии. Следующим механизмом регулирования внешней торговли является введение квот. Тарифы и субсидии позволяют уменьшить импорт, но при этом объем импорта не всегда поддается точному регулированию. Квота – это количество ограничений импорта. Например, в прошлом году в Казахстан возилось 100 тысяч тонн масла. Государство вводит квоту, по которой разрешает продавать в Казахстан иностранцам только 30 тысяч тонн масла. И в результате импорт сокращается со 100 тысяч до 30 тысяч. Квота позволяет более точно регулировать объем импорта, но при этом она неизбежно приводит к росту цен. Если в примере с тарифом также происходил рост цен, но этот рост цен приводил к пополнению государственного бюджета. Когда государство вводит квоту на импорт, объем импорта уменьшается и цена на продукцию повышается. Однако это повышение цены не приводит к пополнению государственного бюджета, а идет на увеличение доходов импортерам. Следующий метод регулирования – это экспортные пошлины и добровольные экспортные ограничения. Суть этого метода заключается в том, что наши экспортеры начинают меньше продавать товар за границу. И в результате происходит насыщение отечественного рынка. В Казахстане это можно рассмотреть с примером энергоносителей. То есть наши производители нефти уменьшают объем импорта нефти за границ, объем экспорта нефти. И в результате этого наполняется отечественный рынок продуктами нефтепереработки. На этом мы с вами сегодня закончим. Спасибо за внимание.